ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. ГИБДД стало обращать пристальное внимание на то, какой багажник установлен на крыше автомобиля. Об этом сообщает издание Автосреда. Если конструкция самодельная или внесены доработки в заводской багажник, то водителю грозит штраф 500 рублей. Причиной являются поправки в технический регламент Таможенного союза. Согласно им, любые изменения в конструкции транспортных средств должны утверждаться в госавтоинспекции и сертифицироваться в специализированных лабораториях. ТРАССА СТО ОДИН Отзывная кампания объявлена в отношении почти 1700 гелендвагенов, проданных в нашей стране в 2018 и 2019 годах. С ВИН-кодами можно ознакомиться на сайте Росстандарта. По сообщению ведомства, причиной являются возможные проблемы с дифференциалом. Дилеры «Мерседес» должны проверить узел и при необходимости бесплатно заменить некоторые его элементы. ТРАССА СТО ОДИН В Минпромторге пообещали продлить меры поддержки автопрома на 2021 год. Речь идет о льготном лизинге, субсидировании установки газобаллонного оборудования, программе «Доступная аренда». Что касается льготных автокредитов, то их тоже собираются сохранить. Правда, объем финансирования пока неизвестен. По прогнозам чиновников, число произведенных в этом году в России новых автомобилей будет гораздо меньше уровня 2019 года. Скорее всего, менее одного миллиона. ТРАССА СТО ОДИН Компания «Рено» снова подняла цены на автомобили в России. Неизменными остались ценники только у «Дастера» и «Калеос». «Логан» прибавил 7-8 тысяч. Его новая стоимость от 632 тысяч рублей. Минимум 643 тысячи теперь стоит «Рено Сандера». Все комплектации кроссовера «Аркана» подорожали на 15 тысяч. Актуальная минимальная цена зафиксировалась на отметке 1 миллион 104 тысячи рублей. ТРАССА СТО ОДИН А ВАЗовская 14-я, которая долгое время удерживала звание самой покупаемой легковушки на вторичном рынке, лишилась пальмы первенством. Причем в середине лета, по данным агентства «Автостат», она опустилась сразу на четвертую позицию. Золото досталось «Форд Фокус». Следом за ним идет «Хёнде Солярис», «Бронза», «Уке», «Рио». Замыкает пятерку лидеров «Тойота Королла». На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН